Чтобы лучше понять тему, приведем пример. Жилищно-потребительскому кооперативу выделен участок. На нем расположен многоквартирный дом, на первом этаже которого нежилые офисные помещения. Участок не огорожен и в решении об его выделении отсутствуют сведения о площади под застройкой и площади земель общего пользования. Вопрос, можно ли земельный налог уплачивать только за ту часть территории, где непосредственно находится строение. Земельный налог уплачивается от площади земельного участка, указанной в праводостоверяющих документах и признаваемой объектом налогообложения земельным налогом. При этом нормами налогового кодекса предусмотрено, что земли общего пользования не признаются объектом обложения земельным налогом. Землями общего пользования являются земли, занятые в том числе улицами, проездами и другими общественными местами. В связи с этим, для того, чтобы плательщики имели возможность уплачивать налог на землю непосредственно только под площадью застройки, в решении о выделении земельного участка должна быть выделена площадь, приходящаяся на земли общего пользования. Если такая информация о земле общего пользования в решении отсутствует, то налог следует начислять и уплачивать, исходя из общей территории выделенного земельного участка. Для совершения платежа субъектам хозяйствования стоит принимать во внимание функциональное назначение земли. Которое, опять же, определяется, исходя из назначения земли, указанной в решении о выделении земельного участка. Если он выделен для нескольких целей, значит, функциональное назначение должно быть определено в отношении частей, по которым предусмотрено различное функциональное назначение. Организации не вправе самостоятельно, без документального подтверждения, применять ставки налога, применение которых не соответствует правоудостоверяющим документам. И еще один важный нюанс, на котором акцентируют внимание специалисты налоговой службы. Если земельный участок используется не по целевому назначению, то при расчете платежа применяется коэффициент 10. То есть налог уплачивается в десятикратном размере. Подробная информация всегда есть на сайте Министерства по налогам и сборам.